В Верхней Пышме в первом часу пополудни и доме на Успенском проспекте 18, то есть посредь бела дня и металлургического города, прохожие запеленговали такую вот картину. На крыше магазина одежды стояла женщина, сильно колотилась в окно квартиры второго этажа, а руки у нее были в крови. Пока парни думают, что было дальше, посмотрим, что было раньше. Оказалось, в этой квартире на втором этаже утром тихо-мирно спали эта самая 34-летняя женщина с карниза и ее трехлетний сынулька-роднулька. В 7.20 утра ее разбудил нашвырявшийся в ночи муж, и она сочла за благо благоверного в таком бухом состоянии не нервировать и по бырику убежала на работу. Однако ближе к полудню ей позвонил маленький сынулик и попросил мамку вернуться домой. Видимо, папка с пьяных шар совсем раздухарился и стал ущемлять права мальца. Женщина-мать встрепенулась и устремилась. Через дверь ей домой попасть не удалось, потому что херной муж тупо не пустил. Тогда она пошла к соседям. Через окно вылезла на крышу магазина. Подошла к своему окну, тихонечко постучалась. Сынулька-роднулька услышал и бросился открывать окно, и уже даже чутка приоткрыл. Женщина просунула в щель руку, но тут коршуном налетел бухой папка и окно закрыл. При этом прищемил своей любимке пальцы, да так, что они стали кровоточить. Вот в этот момент женщину на карнизе и застали очевидцы. Ну а теперь рубрика «Что было дальше?». Свидетели семейного скандала вызвали полицейских. Те в управляшке взяли лестницу, и женщина самостоятельно спустилась на грешную землю. Ну то есть соседей во второй раз тревожить не захотела. Ее накиданного мужа забрали в оп, он там закосил под Альцгеймера, дескать, ничего не помню. По факту проводится проверка. Ну а заяву за поврежденные пальцы женщина на мужа писать отказалась. Как сказал по этому поводу начальник пресс-службы ГУМВД Валерий Горелых в своем пресс-релизе, цитирую, Как показывает практика, обычно жены прощают своих кавалеров, несмотря на то, что через некоторое время горько сожалеют об этом. Конец цитаты. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.